И сегодня я решу сделать ролик общий про все трансферные переходы Формулы 1 на 2021 год. Но перед тем, как начать, хотел бы поблагодарить всех зрителей, всех подписчиков, кто участвовал на стриме в воскресенье. Был совместный стрим с каналом F1 Stelsic. И стрим вышел достаточно крутой. Спасибо, что нас поддерживали, что нас хвалили. Это нас очень, скажем так, заводит, помогает. И мы стараемся делать еще круче, еще лучше ролики. Огромное вам за это спасибо. Отдельное спасибо каналу F1 Stelsic, кто что-то помогли провести такой крутой стрим. Ну что ж, погнали. Перед всеми новостями, перед всем шумом трансферной политики, Феррари, Макларен и Рено вроде как все было занято, ничего не происходило. Вот я такую табличку сделал, чтобы было легче ориентироваться. И вот во всей трансферной политике, что у нас было, фигурировали только три команды. Сначала началось, начало Феррари. Где Себастьян Феттель, к сожалению, на как фаната Формулы 1 неизвестно, ушел он или его выставили. Ну, в общем, Феттель покидает команду Феррари. Дальше, получается, освобождается машина Феррари. И кого-то же надо посадить на 2021 год. Хочу напомнить, в 2021 году не будет нового регламента. Поэтому, может быть, сейчас кто-нибудь перепутает. Но нет, в 2021 году нового регламента не будет. И тут уже в игру выступает Макларен. Точнее, их пилот Карл Сайнц, который официально перешел Феррари на 2021 год. И будет очень интересно наблюдать за составом пилота Феррари Карл Сайнцем и Монегаском Шарлем Леклером. Как по мне, Сайнц, скажем так, не будет вторым номером. Вот сразу, как Леклер боролся с Феттелем, тут же будет Сайнц бороться с Леклером. В младших сериях они, можно сказать, дебютировали Леклера чуть попозже. Но, в принципе, очень будет интересно наблюдать за их сражением. Но, если же пилот из Макларена перешел Феррари, тогда же Макларен не освобождается вместо. И вот уже тут в игру выступает Рикьярдо. Рикьярдо, я хочу напомнить, он как бы в Рено, да? Будет в 2020 году, но не в 2021. Потому что он переходит в Макларен. Как по мне, очень сложно будет Лану Норрису выиграть у Рикьярдо соперничество в команде, внутри команды, потому что, если вот не зря я взял фотку Рэдбулла, потому что, мы помним, он показывал результат как минимум не хуже, чем Макс Феррстаппин. Поэтому, мы помним, он Феттеля громил на Рэдбуле четырехкратного чемпиона мира. Поэтому, очень сложно будет Норрису выиграть сражение у Рикьярдо. Ну что ж, переходим дальше. Получается, на 2021 год Феррари, Леклером, Санц в Макларене, Рикьярдо Норрис, а в Рено же кто тогда перейдет? И это единственная команда, где мы до сих пор до конца не знаем и неизвестно, еще не решено, кто же займет место. Тут вот в игру вступает Рено, и туда претендуют два пилота. Это Феттель. Ну, как по мне, Феттель не перейдет на 2021 год в Рено и возьмет паузу. В 2022 году, когда будет новый регламент, мне кажется, все-таки какая-нибудь команда подпишет его. Все-таки четырехкратный чемпион мира, и вот тут мы посмотрим, самого Сан или нет. Но также тут самый главный. Это Фернандо Алонсо. Фернандо Алонсо, может кто не помнит, он уже выступал в Рено. Да, это было, я бы сказала, давно. Но все-таки вернутся в Рено, хотя уже все поменялось в этой команде. Но, как по мне, скорее всего вернется по-настоящему легенда, я хочу сказать Алонсо. По-настоящему великий гонщик. Конечно, если он попросит сверхогромную зарплату, сложно будет Рено его подписать. Но они явно хотят его подписать, потому что у Феттеля как-то в последнее время этот результат не очень. То есть, как мы видим, на место в Рено на 2021 год два президента. Феттель и Алонсо. Ну, поэтому может произойти такая ситуация, что Феттель возьмет паузу в 2021. Или же Алонсо, скажем так, отложит чуть-чуть свой снова приход в Формула-1. И придет, скорее всего, в 2022 году, потому что гонщик по-настоящему великий. Он никакой не самовоз. Поэтому... А в 2022 году с новым регламентом такого гонщика захочет подписать, как по мне, любая команда. То же самое с Феттелем. Все равно многие помнят, что он четырехкратный чемпион мира, что касается Феттеля, и захотят его подписать. Поэтому единственная команда, где не ясно, кто же будет в 2021 году. Алонсо или Феттель. Ну, как по мне, это два главных претендента, скажем так. Может, кого-то вообще из молодежи, из Формулы-2, Формулы-3. Как по мне, маловероятно, скорее всего, либо Алонсо, либо Феттель. Поэтому хочу подвести во все это суматохи, то, что вот трансферы в Формуле-1. Получилось то, что на 2021 год, повторю, Феррари. Санц, Леклер, Макларен, Норрис, Рикердо. В обоих командах будет просто бешеная борьба между напарниками. Будет очень интересно наблюдать, как они будут выступать в одной команде. Потому что что Санц, что Леклер вряд ли захотят в какой-нибудь гонке пропускать друг друга. Поэтому будет по-настоящему борьба. Только в Рено. Мы знаем, ну, по крайней мере, сейчас Акон никуда не собирается уходить. У Леклера контракт с Феррари, и они его никуда отпускать не хотят и делают ставку именно на него. Макларене тоже, Норрис, отличный гонщик. Несмотря на то, и вроде как, даже вот такая ситуация, забыла я сказать, то, что Феррари, понятно, они никуда с новым регламентом не исчезнут. Рено вроде как тоже не должны. А вот Макларен сейчас на грани банкротства. Все вот эти, они увольняют сотрудников. То есть, вот такая у них сейчас вообще у всего Макларена сложная ситуация. И вроде как кажется, ну, а если вдруг произойдет такое, то, что Макларен исчезнет. Как по мне, очень, ну, просто 1% из 100. Потому что Макларен по-настоящему великой акабады, а дети, когда они бедяли свое дозвать, одни с самого первого сезона в Формуле 1. Поэтому, как по мне, все, кто болеет за Ликярдой, переживают то, что вдруг Макларен исчезнет. Потому что они до грани банкротства, как я уже сказала, просто свежие новости. Ой, сейчас прошу прощения вот это. То не переживайте. Как по мне, все останется на своих местах. И ни Феррари, ни Макларена, ни Рено не исчезнут. А вот, кто же будет напарником Маккода, скорее всего, в 2021 году? Мы поживем и увидим, как говорится. Ну что ж, наш ролик подошел к отцу. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать этого видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok